Итак, добрый день, дорогие друзья, еще раз. Я надеюсь, что все технические недоразумения решены, и мы можем с вами приступать к работе. Я рада вас приветствовать на третьем съезде учителей Москвы, ввести первую секцию и мастер-классы, связанные с двумя фундаментальными понятиями вопрос и пространство, буду я. Меня зовут Шугаева Ольга Яковлевна. Я учитель русского языка и литературы, работаю в школе номер 686 класс-центр, заместителем директора в том числе и по инновационной работе, и являюсь лауреатом конкурса «Учитель года Москвы» 2004 года. Буду рада вам помочь, ответить на все вопросы, дать какие-то комментарии, ну и ввести в начале нашей работы в какой-то общий смысловой контекст. Итак, что сегодня будет происходить? В первой секции в этом театральном зале. Мы с вами будем работать с двумя фундаментальными понятиями. Первая часть нашей работы связана с понятием вопрос. Я бы хотела напомнить вам о том, что идея прошлого съезда учителей была тоже связана с фундаментальными понятиями, но главный лозунг, главная идея звучала так. Фундаментальные понятия и фундаментальные знания от одного к другому. В этом году мы делаем следующий профессиональный смысловой шаг. Мы будем говорить о фундаментальных понятиях для реальной жизни. Для того, чтобы этот разговор, ну немножечко расширить с точки зрения смыслового поля, понятно, что само по себе фундаментальное понятие вопроса очень учительское. Ну потому что никак по-другому мы не взаимодействуем на уровне смыслов с нашими учениками. Мы взаимодействуем именно через коммуникацию, которая строится на, если можно так сказать, на постоянном спрашивании, как с нашей стороны, так и с их стороны. Но все-таки, говоря о понятии вопрос, мы так или иначе употребляем близкие к нему синонимичные понятия. Я их специально для вас как-то выделила цветом, хотя понимаю, может быть, это не очень хорошо видно, поэтому я их озвучу. Говоря о вопросе, мы подразумеваем и обращение, и выражение. Вопрос напрямую связан с такими понятиями, как задача, проблема, дело, с такими понятиями, как предмет, тема изучения. Можно нам следующий слайд? Что касается некого такого погружения в фундаментальность разговора о таком понятии, как вопрос, мне показалось интересным вот это высказывание или цитата из статьи, посвященной философии и методологии науки, которую я для вас специально нашла. Итак, здесь употребление фундаментального понятия вопрос связано напрямую с постановкой научной проблемы. Все-таки так или иначе мы с вами, как учителя, все время работаем в том или ином научном поле, и для нас связь между этими понятиями очевидна. Итак, в самом общем виде проблема – это и есть вопрос, вопрос или совокупность вопросов, ответами на которые мы пока не располагаем. Это некоторое познавательное препятствие. Вот здесь я специально для вас выделила это словосочетание. Мне оно показалось очень точным. Ведь действительно, по сути, что такое вопрос? Вопрос – это познавательное препятствие, которое мы формируем, создаем, как учителя, очень часто намеренно для того, чтобы простимулировать познавательный процесс, в который погружены наши ученики. Итак, это некоторое познавательное препятствие, выраженное чаще всего в форме вопроса. Ответом, как правило, является теория. Иногда встречаются различия между проблемой и задачей. А вот что такое задача? Задача – вопрос, разрешимый имеющимися теориями. А проблема, как правило, требует создания новых теорий. Вот мне бы хотелось, чтобы вы вот в этом ключе и в этом контексте постарались отнестись к разговору о вопросе как фундаментальном понятии, который будут вести с вами наши спикеры, ведущие мастер-классы. Можно следующий слайд? Ну а для того, чтобы этот разговор из научного поля вывести в еще более широкое, я для вас нашла несколько интересных высказываний, которые связаны с этим фундаментальным понятием. Вы наверняка все знаете известного игрока команды «Что, где, когда» Равшана Аскерова. Равшан Аскеров сформулировал следующее высказывание. Вопрос – это искусство. Сегодня, когда у вас будет происходить мастер-класс по музыке, я думаю, что именно это высказывание может стать ключом к пониманию сути этого мастер-класса и всего на нем происходящего. Из учебника по логике тоже есть интересное высказывание. Великая познавательная роль вопроса состоит в том, что он является звеном, связывающим познанное с непознанным, то есть мостиком, перекинутым от старого знания к новому. Но мне кажется, что это логика нашей с вами жизни, потому что мы-то с вами тоже в нашей профессии являемся, собственно, тем самым мостиком. Можно сказать, что каждый из нас с вами, как учитель, это один большой вопрос и одно большое познавательное препятствие, которое постоянно присутствует перед нашими учениками. Ну и, наконец, так и не закрытая, слава богу, Википедия говорит нам в определении, что такое вопрос, что вопрос – это форма мысли. Поэтому мне кажется, что сегодня в этом зале нас с вами ждет бесконечное количество вопросов, бесконечное количество попыток ответить на эти вопросы, потому что так мы существуем. Это форма наших с вами мыслей, в том числе мыслей, связанных с профессией. И я надеюсь, что этот разговор, диалог будет для вас интересным. Мы начинаем уже практическую работу. У нас все-таки фундаментальные понятия для реальной жизни. И в формате общения в реальной жизни я приглашаю на эту сцену Амельяненко Петра Андреевича, учителя истории и общества знания, школа номер 1241, финалисты конкурса «Учитель года Москвы-2010». Итак, мастер-класс номер один, фундаментальное понятие вопрос, сфера жизни человека, культура. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рад вас видеть. Все нормализуется, я верю. Можно? Меня слышно? Отлично. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Я поздравляю вас с началом учебного года. Хотелось бы пожелать в первую очередь здоровья, позитивного такого настроения, профессиональных успехов и творческих удач. Действительно, мы сегодня с вами будем говорить о таком фундаментальном понятии, как вопрос. Вопрос этимологически связан с такими словами, как «вопрошаю», «прошу». Поэтому позвольте мне начать с просьбы. Поднимите, пожалуйста, руки те, кому, будем так сказать, удобнее задавать вопросы, интереснее задавать вопросы, нежели когда вам эти вопросы задают. Вот так, если на весы положить. Вот тем, кому удобнее задавать вопросы, поднимите, пожалуйста, руки. Отлично. Спасибо большое. Из тех, кто поднял, кто-нибудь задайте мне вопрос, любой. Да, пожалуйста. Когда я вышел как пешком, как я оказался в конкурсе, во многом спонтанно, во многом спонтанно. Это для меня был один из таких профессиональных вызовов. Мне стало интересно попробовать себя. Можно я тогда с вами буду работать? А зачем вы задали мне этот вопрос? А почему вы задали мне этот вопрос? Вот разница. Мы с вами все улавливаем разницу между вот этими двумя вопросами. Почему и зачем? Так, интуитивно. Интуитивно. Ну, не совсем, но не совсем четко понимаем, да, в чем разница, но интуитивно знаем, что она есть, да. Ну, да. Кто-то точно знает, да, кто-то интуитивно улавливает. Хорошо, давайте на этом пока остановимся, да, вот мы эту разницу каким-то образом ощущаем. А тогда обращусь к другой половине зала, да, которая, наверное, любит, когда им задают вопросы, поэтому задам вам вопрос. А почему вам нравится, когда вам задают вопросы? Кто-нибудь? Любите просто отвечать, да, любите говорить, да, вступать в диалог. А, когда вам задают вопросы, да, это повод для размышления, да. Можно? Еще раз. А, вызвали интерес, да, вы нужны, вот, да, удовлетворяете, ну, какую-то потребность детскую, да. Вот, ну, например, Жан Пиаже, швейцарский психолог, когда-то сказал, вопрос – это только обнаружение потребности, да, то есть когда нам задают вопросы, мы вот чувствуем, что мы, да, ну, стали интересны в какой-то момент, да. А можем ли мы в качестве гипотезы применять утверждение о том, что мы можем влиять на вопросы, которые нам задают, да, каким-то образом мы точно на них влияем, да. Ну, давайте вот пока на двух этих моментах остановимся и немножко перенесемся вот в недавнее время, когда мы все с вами, я надеюсь, были в отпуске, да, кто-то, может быть, даже размышлял о том, как ему оказаться на море, кто-то, может быть, в будущем, да, будет об этом точно размышлять. Вот, ну, как правило, есть много вариантов, я вот, два варианта, на которых я лично размышлял этим летом, да, каким образом оказаться на море, лететь ли на самолете или отправиться туда на автомобиле. А как вы считаете, да, если мы выбираем самолет, когда вот нам надо преодолеть какое-то длинное расстояние, да, почему мы это делаем? Быстрее, да, быстрее оказаться в той точке, которая, да, ну, если, условно говоря, у нас, да, мы находимся в точке А и точка В, это у нас море, да, ну, во-первых, самолет, да, ну, летит вот так вот, да, и мы быстро там оказываемся. А если мы выбираем автомобиль, то почему? Дешевле, так, безопаснее, интереснее и еще безопаснее. Отлично, да, то есть если у нас есть второй вариант, тоже есть точка А и тоже есть наше море, да, но мы ждем, что будет что-то интересное в пути, да, что во время движения, возможно, где-то здесь, да, возникнет какой-то интересный объект. Если на самолете мы увидим только в качестве точки и пролетим, да, то на автомобиле у нас будет возможность вернуться к нему, да, и посмотреть на него. Давайте перенесем эту ситуацию в нашу типичную, да, профессиональную уже деятельность, урок. На уроке тоже можно, да, стремиться поскорее оказаться в точке В, чтобы никто не отвлекал, поскорее услышать звонок, да, ну, если это мы представим себя на уровне детей, да, а может быть, да, и не только детей. А есть вариант такой, чтобы, да, дети на уроке ждут чего-то интересного, да, и как нам определить, когда мы ведем урок, да, что детям стало интересно. Как нам это сделать? Задать вопрос детям вам интересно? Услышать вопрос, услышать вопрос от детей, да, возможно, это такая лакмусовая бумажка того, что что-то их заинтересовало. Ну, нашу деятельность, да, всегда оценивают спустя какое-то длительное время, да, по результатам наших учеников. А иногда хочется, ну, или в процессе самого урока, да, или сразу после урока каким-то образом в процессе рефлексии почувствовать, да, ну, мы все с вами чувствуем, вот этот урок получается, а вот этот урок не очень получается. И хочется вот найти такой, ну, для себя лично, да, я ни в коем случае не претендую ни на какого университета, для себя лично, да, какой-то критерий, да, как определить, вот, получается урок. Вот мне, для меня лично, одним из таких критериев, да, являются вопросы, да, те вопросы, которые на уроке мне задают. Я сейчас предлагаю немножко поразмышлять, да, что нам такого на уроке, что мы такого на уроке делаем, для того, чтобы получить как можно больше разных интересных вопросов от детей. Ну, например, вот многие, да, вначале подняли руки, но далеко не все, собственно, решились задать вопрос, да, вот только один человек так сразу готов. Вот почему те, кто подняли руки, все-таки, ну, не проявили инициативу и не задали вопрос? Вот я сейчас к вам обращаюсь. Не было пока интереса, не было, так. Не было предмета обсуждения, да. А еще, вот все, не у кого... У меня, например, иногда, да, возникает такое... Вроде и хочется задать вопрос, но стесняюсь. А вдруг я что-нибудь такое спрошу, что... Да, все на меня будут смотреть потом, что я... И я вот в этот момент всегда вспоминаю вот эту японскую мудрость. Спросить стыдно на минуту, а не знать стыд на всю жизнь. К сожалению, наши дети, да, вот они первую часть этой поговорки знают хорошо, да. Вот им действительно иногда тяжело. А вот ко второй части они редко о ней задумываются. Действительно, для того, чтобы получать вопросы, ну, для начала надо создать комфортную атмосферу на уроке, да. Чтобы, ну, наш с вами авторитет, ну, не подавлял, да, желания детей, чтобы они не чувствовали, не боялись быть неправыми, не боялись каким-то образом, да, выглядеть, ну, не очень умными, не знающими и так далее. Хорошо. Тогда у меня вопрос, ну, вот, к любому. Давайте преподавателей физики возьмем. Преподаватель физики есть здесь? Отлично. Назовите, пожалуйста, какую-нибудь сложную тему по физике. Электромагнитная индукция. Вот представьте себе, что вам предстоит дать открытый урок на эту тему. У вас есть выбор, да, много разных классов. Есть физико-математический, гуманитарный, да, там, спортивный и так далее. Какой класс вы выберете? Физико-математический. Почему? С ними интереснее. То есть, если мы все-таки в контексте, да, нашего сегодняшнего разговора, они, как вы считаете, будут больше вопросов задавать или меньше? Больше. А почему? Потому что они, ну, хотя бы что-то, да, в этом смысле понимают. Ну, на эту тему, да, Платон когда-то сказал примерно следующее, да, о том, что как мы можем, да, задать вопрос о том, чего мы не понимаем. Да, если мы задали вопрос, или нам задали вопрос, да, это уже показатель того, что что-то человек об этом знает. Поэтому если мы хотим на уроке получать вопросы, мы должны опираться, да, на те знания, которые есть уже у учеников. И не важно, да, это физико-математический или спортивный, ну, как-то до какого-то уровня мы всегда можем добраться, да, и с этого уровня отталкиваться. Опять же, вот это, как определить этот уровень, да, мы услышим тот момент, когда мы услышим вопросы, да, значит, мы уже на этом уровне, значит, с этого уровня можно продолжать работать. Хорошо, тогда есть ли преподаватели истории у нас здесь? Отлично, спасибо. У меня к вам вопрос. Допустим, вам предстоит давать открытый урок, да, ну, или там урок, который для вас очень важен и интересен, ну, допустим, по античной Греции в физико-математическом классе. В физико-математическом. История для них второстепенна, да. Да, как бы вы поступили, да, для того, чтобы вот получить вопросы? То есть опирались на то, что интересно именно им. А если это физика и математика, то можно опереться, например, да, на их знания, математические знания. Правильно? Да, ну, например, можно поговорить о том, что, ну, древние греки, да, когда задумались о такой проблеме, что диагональ квадрата и сторону квадрата измерить в одних и тех же величинах невозможно. Если мы возьмем метры, да, то диагональ квадрата у нас всегда будет какое-то иррациональное число. Правильно? То есть если мы в метрах можем измерить сторону, то диагональ нам придется, ну, чтобы какое-то точное число, да, мерить в какой-то совершенно другой системе координат, да, в вершках, в локтях, там, и так далее. Но точно не в метрах, сантиметрах и миллиметрах. И вернуться, да, в культурно-исторический контекст, поразмышляв о том, а почему именно античных греков, а не их соседей, например, заинтересовала данная математическая проблема. Да, можно поступить таким образом. То есть постараться сделать свое занятие в той или иной степени межпредметным в зависимости от того, кто, да, у нас на уроке сидит. Отлично. А есть ли ситуация еще более сложная, да, когда у нас класс, в котором, ну, условно говоря, да, есть дети, которым не интересен ни один учебный предмет. Вот, ну, ни один учебный предмет им не интересен. Что бы вы, да, сделали для того, чтобы получить вопросы на своем уроке? Задали бы им вопросы, им же что-то интересно, отлично. То есть не может быть такого, да, что им ничего не интересно. Да, ну, когда-то вот Дейл Корнеги по поводу интереса примерно это сказал. Как нам нащупать их интерес? Я, ну, в прошлом году поступил очень просто, да, я во всех классах, которых веду, просто задал следующий вопрос. Скажите мне, пожалуйста, о чем вы думаете, да, в качестве такой анкетки, естественно, анонимной, да, о чем вы думаете на моих уроках, кроме общества знания? И там такой рейтинг выстроился интересный, да, ну, на первых уроках, например, думают о сне, да, да, там, на, если это урок в сетке часов стоит, там, третий, четвертый, там, о еде, там, где-то выскакивает, да. Но, как ни странно, поскольку я работаю в старших классах, то на третьем, четвертом местах всегда были отношения с близкими людьми в той или иной степени. То есть на уроках их волнует то, как они, какие-то проблемы с родителями или какие-то вопросы, которые возникли, да, на перемене и так далее, и так далее. Из этого, например, по обществу знания родилась практическая работа, суть которой была в том, что вот вы получили двойку по контрольной работе, как прийти домой, и что надо сказать маме, да, как реагировать вообще на ее поведение, для того, чтобы, ну, максимально снизить потери, да, эмоциональные, там, не знаю, и так далее. Вот, действительно, из этого очень много, да, и в этой работе активно принимали участие все. Хорошо, теперь представим такую ситуацию. Мы учли, да, все то, о чем мы сейчас говорили, и на уроке начинаем получать огромное количество вопросов. То есть я только хочу что-то новое рассказать, а поскольку я так уже заинтересовал, что мне буквально не дают, да, продолжить все время задавая, 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 задавая вопросы. Что делать в такой ситуации? Подскажите. Написать на бумажке и, да, их убедить в том, что я обязательно отвечу, да, либо какие-то вопросы отправить на дом, да, например, да, кого-то сказать все-таки умный вопрос, это уже добрая половина знания, да, немножко их, да, глупые вопросы не надо задавать, да. А скажите мне, пожалуйста, а есть ли вопросы, которые нам не помешают, когда мы объясняем материал, даже если они будут задаваться нам прямо в момент того, как мы объясняем. Есть ли такие вопросы, такая группа вопросов есть, как вы думаете? Уточняющие вопросы, конечно, уточняющие вопросы, которые требуют, да, ответа да или нет. В такой ситуации нам это даже полезно. Мы сможем проконтролировать, мы понятны на данном этапе или нет. Почему бы просто детям, да, перед уроком или не объяснить, что есть уточняющие вопросы, а есть остальные. Если у вас родился вопрос умозначняющий, быстрее поднимайте руку и задавайте его, да, вы не помешаете. А есть ли какой-то иной, запишите, запомните, и мы к нему вернемся в конце, обязательно это время, да, будет предоставлено. Или, может быть, даже, да, каким-то образом он получит развитие в домашнем задании. Таким образом, вот для того, чтобы у учеников появлялись вопросы, да, вот я в ходе таких размышлений, ну, какие-то тезисы сформулировал, да, создать комфортные условия необходимо, опираться на уже усвоенные знания, развивать межпредметные связи, актуализировать и ориентировать учебный материал, и, конечно, развивать метапредметные умения и навыки, отличать, да, хотя бы отличать вопросы и грамотно их формулировать. Хорошо, давайте теперь немножко, да, забудем про учебные занятия и посмотрим на эту репродукцию художника Жанна Жерома, которая, я думаю, видно более-менее, да, но для тех, кто совсем плохо видит, я просто назову, да, эту картину, это называется, название этой картины «Диоген в бочке». Да, я вот кому успел перед началом нашей работы раздал вопросы. Я прошу их сейчас не называть, а просто, ну, назвать ответы, да, или, может быть, это был один вопрос, может быть, я так поступил, нехорошо. Вот, пожалуйста, вот с этой стороны кто-нибудь, кому этот вопрос был задан, просто ответы называйте. Так, для того, чтобы показать, что философу не нужны никакие материальные ценности. Да. Так, он хотел, да, показать, что пространство ограничено. Хотел заинтересовать, да, спровоцировать каким-то образом. Здесь кто-то тоже и в эту сторону раздавал. Да, да, да. Ага, то есть доказать, что полноценной жизни можно даже в таких условиях существовать. Вот еще кто-нибудь, и я точно больше раздал. А у него не было денег на жилье, отлично. Там же вопрос, как вы думаете, тут нет правильности. Хотел быть свободным. Хорошо. Те, кто не получил вопросы, кому, да, не повезло, а может быть и повезло, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, какой вопрос был задан? Отлично. Почему и зачем прям хором? Почему, зачем жил в бочке диагент? Так все-таки почему или зачем? И может быть было два вопроса. Почему, зачем? То есть там был такой, почему, запятая, зачем. Так, хорошо. А скажите мне, пожалуйста, вот из тех, кто отвечал, поднимите, пожалуйста, руки, у кого был вопрос, почему? Один вопрос, почему, а во всех остальных повезло, что был вопрос, зачем. Правильно я понял? А, два. Два почему. Вот если вы помните, да, более-менее следили, скажите, пожалуйста, вот те, кто слушал внимательно, у вас все-таки сложилось ощущение, что ответы на разные вопросы или на один? На один, на один. Вот у кого-то на один, но, да, то есть все-таки, несмотря на то, что интуитивно мы разницу между почему и зачем чувствуем, да, но мы точно ее определить не можем для себя пока. Это сложный какой-то процесс. Ну, на самом деле, с этим сталкиваемся, столкнулись не мы сейчас, да, об этом много споров до сих пор. Ходит семантическая разница между этими двумя вопросами. Давайте вернемся к самолету и автомобилю, да. Все-таки, когда я вас спросил, почему, да, вы говорили о чем? Чтобы быстрее добраться до пункта, допустим. Это был какой ответ на какой вопрос? На зачем? Если мы задаем вопрос, зачем мы ориентируем на цель, на будущее, да, зачем мы это делаем? Для чего? Да, цель, цель. Если мы задаем вопрос, почему мы ориентируем, да, ну, во-первых, почему, это очень личный вопрос. И на самом деле, да, причины, причины, если мы спрашиваем, почему кто-то, ну, например, да, там диоген, то, наверное, лучше диогена и только, может быть, диоген может ответить на вопрос, почему он это сделал, да, его внутренние причины, в его прошлом побудили его это сделать. А вот зачем мы точно, ну, более-менее можем представлять, потому что он об этом много-много-много говорил, да. И мне бы, уже завершая, да, свой мастер-класс, хотелось бы, чтобы каждый из вас сейчас, да, для себя задал два вопроса. Первый вопрос. Почему вы сегодня пришли в этот зал? Я думаю, что этот вопрос, ну, все-таки потребует меньших усилий, чем другой вопрос, да. Зачем вы сегодня пришли в этот зал? Если вы почувствуете вот разницу между ответами и будете с этой мыслью сидеть здесь и дальше и слушать моих коллег, я буду верить в то, что мой мастер-класс принесет вам пользу и будет результат. И уже совсем завершая, естественно, да, я сегодня много говорил по поводу того, как вопросы, да, помогают оценить результативность занятия. Вот этот мастер-класс для меня в первую очередь будет ценен теми вопросами, которые вы мне зададите на почту. Спасибо, дорогие коллеги, за внимание. Спасибо, Петр Андреевич. Уважаемые друзья, просто для того, чтобы идти в регламенте и все-таки пытаться его выдержать так или иначе, давайте все вопросы, которые у вас возникают к выступающим спикерам, ведущим мастер-классы, вы для себя как-то фиксируете их. В конце, когда работа будет закончена, вы в индивидуальном режиме можете с каждым из них пообщаться и задать все вопросы профессиональные, какие у вас возникли. А я приглашаю на сцену зарубу Артура Викторовича, учителя музыки, работающего в среднеобщеобразовательной Ломоносовской школе, учителя года России 1992 года, мастер-класс по музыке, фундаментальное понятие «Вопрос. Сфера жизни и деятельности человека. Культура». Мастер-класс по музыке. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прежде чем я начну мастер-класс, я хочу просто попрошу вас, если можно, поднимите, пожалуйста, руки, кто музыкальную школу окончил. Вау, пустите, спасибо, круто. А кто имеет специальное образование, училище, консерватория? Ага, есть. Все, спасибо. Кто имеет училище, консерваторию, если можно, в качестве экспортов, потому что вы там сразу можете сказать, дать ответы. А я хочу провести мастер-класс в таком же стиле, как я провожу с детьми, которые, когда приходят на урок, они, понятно, не знают, о чем я буду рассказывать и как. Так, все. Ну, прекрасно. Тогда мне это не надо. Ну что, я готов начать мастер-класс. Начну я его традиционно, так как я начинаю все свои уроки с детьми. Я им пою «Вам добрый день, друзья». Они мне поют в ответ на мою мелодию «Вам добрый день, учитель». Ну и поэтому, естественно, я вас тоже попрошу всех встать. Послушайте внимательно ту мелодию, на которой я вам пропою, и попытайтесь, пожалуйста, на нее же пропеть в ответ мне. Так, секундочку, я включу секундомер, чтобы видеть, что происходит. Отлично. Так. Вам добрый день, друзья. Вам добрый день, учитель. Прекрасно. Присаживайтесь. Прекрасно. Я обычно люблю поработать над этим. Нет, не надо. Вы молодцы, вы все прекрасно пропели. Итак, сегодня у нас мастер-класс посвящен, как вы понимаете, теме вопроса. И мне хотелось бы, чтобы начали вот с такого вот афоризма. И вы посмотрите, там пропущены слова. И у кого есть какие-то идеи от начала до конца, но только чтобы была какая-то логика, чтобы не было такого, что ты начинаешь говорить, а потом, да, да, оно как бы не складывается. Ну, какая-то минимальная была. Итак, пожалуйста, у кого есть какой-нибудь вариант? Не-не, по поднятой руке, потому что иначе никто, все вместе, это же не хором мы отвечаем. У нас все, у всех свое понимание, что такое вопрос, как он... Пожалуйста. На незаданные вопросы нет правильных... Ну, как вариант вполне может быть, логика в этом есть. Есть логика. Еще варианты, пожалуйста. Пожалуйста. Только на умные вопросы есть умные ответы, на глупые вопросы вообще нет ответов. Ну, как же, а как мы с детьми общаемся? Они все время задают вопросы. Ну, хорошо, еще, пожалуйста. Значит, только на простые вопросы есть простые ответы, на сложные вопросы нет сложных ответов. Ну, я вас умоляю, можно, знаете, сколько нагородить на сложный ответ? Даже на простой можно нагородить сколько угодно. Да, то есть, ну, пожалуйста, да. Четкие, четкие ответы. Нет, никаких ответов. Отлично, хорошо. Я не хочу останавливаться ни на каком этом. Вы просто должны понять, что вопрос, это, с одной стороны, очевидная вещь. Ну, Господи, мы же все работаем с вопросами. Мы все только то и делаем, что задаем детям вопросом. На самом деле, есть вопросы, как говорил, знаете, Шаталов, на вопросики вы получите ответики. Есть вопросики с ответиками, а есть вопросы, которые гораздо-гораздо более серьезные. Ну, и я для вас сегодня приготовил фото-вопрос. Итак, смотрим внимательно. Я думаю, вы понимаете, что я хочу вас спросить. Вам не видно, да? Ну, какой-то человек, похожий на меня, с цветами сидит на скамейке. Итак, ваши варианты. Вот там знак вопроса. Что за знак вопроса? Пожалуйста, я слушаю. Вариант. Так, еще. Какой свет классный. Что-что? А ты сидит в чоке и думает, мальчик или девочка. Так, хорошо. Да, пожалуйста. Когда она придет. Когда она придет. Отлично. Так, вы серьезно думаете, что я вот это приготовил к мастер-классу по музыке, да? Вот когда она придет, там, мальчик, девочка. Хорошо, хорошо, ради Бога. Все имеет право на существование. Любая интерпретация. Давайте ближе к нашей работе. Да, пожалуйста. Что там за знаком вопроса? Вы же понимаете, что фотография обрезана или непонятно это? Что-что? А, то есть я вышел зимой с цветами и ничего не понимаю. Что они там играют? Так, пожалуйста. Любимая женщина этого человека. Да. Ну. Зимой. Так. Ну, давайте все-таки придем. У меня дети пришли через пять секунд к тому, что там находится. Я, сейчас говорят, да, удивлен. Ну. Пожалуйста. Что-что? Я сижу, вот сел, пришел с цветами. Сел и думаю, ну кому же их подарить-то? Так, еще варианты. Уже теплее, теплее. Когда же выйдет этот гениальный музыкант, чтобы подарить ему цветы? Еще. Нет, все-таки вопрос, вопрос, вопрос. Что там за вопросом? Подождите, одну секунду. Люди, я обрезал фотографию. Скажите, что вы там в обрезанной части? Вторая часть лавочки. Я думаю, да, да. Может быть, память не какому-то музыканту. Ну, хорошо. Давайте, у нас сегодня... Зимой вышел туда. Понятно, да. Ему там интересно зимой. И хорошо. Прекрасно. Оставляем это открытым и переходим дальше. Вот смотрите, я, как учитель музыки, имею дело вот с такой вот проблемой, противоречием, которое, ну, для меня оно просто очень сильно актуально. Я понимаю, что для основной массы людей в нашей стране это вообще не проблема. А для меня это проблема. В чем заключается эта проблема? В том, что, как я считаю, у России есть какие-то реальные достижения, ну, фантастического уровня, которые во всем мире признаны, которые во всем мире почитаются. Эти достижения очень сильно любят. И мне иногда даже кажется, что они их лучше знают, чем мы, и лучше к ним относимся, чем мы. Что это за достижения? Ну, я, как учитель музыки, могу сразу сказать, что одно из достижений, это, конечно же, классическая музыка. Почему? Потому что вы не найдете ни одного театра в мире, где бы не шли оперы русских композиторов, балеты русских композиторов. Вы не найдете ни одного концертного зала в мире, ну, я имею в виду, конечно, классической музыки, где бы не исполнялась классическая музыка русских классических композиторов. Вы не найдете ни одного практически коллектива в мире, где бы не играли русские музыканты. Они есть во всех оркестрах. Понимаете? Это с одной стороны. Весь мир почитает. Весь мир. Вы знаете, когда я увидел ковбойский фильм, а за кадром звучала музыка Чайковского, для меня это сразу стало понятно, что они по-другому к нему относимся, чем мы. И с другой стороны, в нашей, в моей родной стране классическая музыка, она, ну, сами понимаете, да, да, вот на уровне доширака, вот на доширака она проходит, а на уровне более серьезного вопроса она никак не функционирует. Поэтому я для себя вот сформулировал вот такой вопрос, который часто задаю детям. Для чего сочиняют, исполняют и слушают классическую музыку? Ну, и мы не будем сейчас говорить о композиторах и исполнителях, это как бы было бы время поговорения, но вот все-таки слушают. Вот давайте вот пару идей мне. Вот зачем нужно слушать классическую музыку? Нам. Может быть и не нужно слушать, у нас ее не особо слушают, понимаете? Пожалуйста, если можно, по поднятой руке, иначе будет, да. Чтобы расслабиться, отлично, но для этого подходит любая музыка, другая. Пожалуйста, достичь гармонии с самим собой. Это прекрасная, с моей точки зрения, сверхзадача, которую для многих людей вообще не существует просто. Какая гармония? При чем здесь гармония? Но для меня это очень важно. Спасибо, что вы это сказали. Еще. Ну, давайте так по поднятой руке, а то будет как в классе, да. Получить наслаждение, получить эстетическое наслаждение, да. Переживание эстетическое, да. Получить какое-то вдохновение. Ну, да, пожалуйста. Для работы головы. Прекрасно. Вот сейчас для работы головы, духовного роста, наслаждения и так далее, и так далее, все, что вы перечислили, мы послушаем музыку. А потом я вам кое-что спрошу про эту музыку. Включите, пожалуйста. Включите, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поднимите руки, кто знает эту музыку. Вот, смотрите, молодцы. Хорошо учились в музыкальной школе, опустили руки. Вы вслух, пожалуйста, не называйте название и композитора. Хорошо? Договорились. Итак, я хочу сейчас, чтобы вы мне буквально по одному слову сказали вот об этой музыке, как вы ее почувствовали. Но прежде чем вы скажете, я вам сразу предупреждаю, что чаще всего, когда начинают говорить о музыке, можно сказать все, что угодно. Что она красивая, что она нежная, что она глубокая, что она... Ну, все, что угодно. На самом деле, вот моя практика показала, что по-настоящему точно сказать, о чем эта музыка, можно только после того, когда, знаете, что сделают? Когда пропоют. Вот когда ты пропоешь, ты немножко через себя пропустил, ты уже не будешь говорить любые слова, которые приходят в голову, а ты уже будешь говорить то, что у тебя в душе. Поэтому я попрошу вас, сядьте ровненько. И прежде чем мы, кстати, начнем петь, вот не те, кто поднимали только что руки, а остальные, поднимите руки. Кто когда-нибудь слышал эту музыку? Вау, отлично, прекрасно, хорошо. А если я скажу так, что все ее слышали, вот тут все слышали, вы поверите мне? Почему? Вы так уверены, что вы все слышали ее? Только что, в рекламе? Нормально. Так, ну, 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 кто-нибудь догадался, почему я так уверенно говорю, что все слышали? Ну, нет, ну, понятно. А вот до того, как она прозвучала, да, да, прекрасно. А? Ну, давайте сейчас не об этом. А вот почему я так уверенно говорю, что все без исключения слышали вот эту? В школе изучали. Я очень, я вашу школу вообще просто обожаю, если у вас изучали эту музыку. Итак, смотрите. Дело в том, что на самом деле, когда начался наш мастер-класс, я спел он так. Вам всем добрый день, друзья. Я спел главную мелодию, вот которая вот только что звучала, она несколько раз проходила. Поэтому вы уже все ее в какой-то мере слышали и петь можете легко. К тому же надо петь не вам всем добрый день, друзья, а закрытым ртом эту мелодию пропеть, пожалуйста. и... А, слышу, слышу. У меня просто микрофон, колонки звучат, я вас не слышу. Это прекрасно, прекрасно. Пожалуйста, очень хорошо, молодцы. И еще раз. Музыканты очень любят называть какие-то вот такие яркие мелодии темами. Вот эта тема такая-то, а эта тема такая-то, эта тема того-то, эта тема того-то. Пожалуйста, одно слово. Чего эта тема? Пожалуйста, пожалуйста. Любовь еще. Мечта еще. Романтика еще. Весна еще. Томление. Смотрите, смотрите, у нас много-много разных слов, но круг приблизительно один. Итак, сейчас я хочу, чтобы подсказать вам по поводу автора, рассказать несколько фактов, которые касаются автора этой музыки. Ну, например, мне очень нравится факт, что есть столицы мировые, в которых есть улицы имени этого человека. Например, там в Берлине, в Париже есть, в Москве нет. Ну, второй факт. Когда открывался зал такой очень известный для классической музыки, Карнеги Холл, где он находится? Где? В Нью-Йорке, правильно, в США. Да, он открывался в 19 веке, тогда пригласили туда самого известного музыканта, потому что это была большая помпа, он был самый большой по количеству в тот момент зрителей, и пригласили этого человека. Ему даже предложили стать ректором консерватории, он отказался, он сказал, я не могу творить мне Родиной. И третий момент. Вот в Москве есть удивительный зал, он меня восхищает тем, что там много портретов разных, причем там какие-то люди, например, допустим, морской офицер, офицер поибридженского полка, допустим, завкафедра военно-медицинской академии, там есть какие-то, ну, и в частности, наш герой там тоже есть, он титулярный советник Министерства юстиции, наш герой, о котором мы с вами сегодня говорим. Это вам просто для затравки, чтобы представлять, о ком мы говорим. Ну, а сейчас я хотел бы, чтобы мы еще, если можно включить, пожалуйста, еще одну тему послушали. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Итак, мы не будем пропевать, мы сократим этот момент. Еще раз, вот это скажите, а это тема чего? Только, пожалуйста, не те, кто знают, а вот остальные, пожалуйста. Чего, кто не знает, вот эта тема чего на ваш взгляд? Тема борьбы, тема сражений еще? Нет? Ну, смятение. Понятно, да, что это очень напряженная и очень драматическая тема. Итак, ваше мнение, это один композитор или разный? Вот две музыки мы с вами, вот такую вот первую. Один, молодцы. Да, это один композитор. Ну и теперь объясните мне, как это может быть в одной музыке? Тут такая вот приятная, такая романтическая, прям говорили, любой, и вдруг тут вражда, сражение, что это, как это может быть? Как в жизни, да? Абсолютно верно, не только как в жизни, как в искусстве. Вы мне сразу должны сказать, что это за произведение искусства, где вот это, вот этим. Ну, где любовь и сражение. Ну, да, только там немножко про другое, там чуть-чуть по-другому. Ну, да нет повести печальнее на свете, понимаете, чем повести Ромео и Джуретти. Я вам специально дал два фрагмента показать, как один автор, совершенно противоположную музыку сочиняет, совершенно очень сильно контрастную, и это все объединяет, я не мог вам поставить произведение, оно бы длилось ровно столько, сколько длится мастер-класс. Я вам дал только две темы, но вы должны знать, что мы все знаем, без исключения Ромео и Джуретту, но мало кто знает тему любви Чайковского, а эта тема, ну, как бы, считается одной из лучших тем, в которых выражена любовь, тема любви, тема вражды. Вы сами слышали, какая это прекрасная тема. Произведение это называется, так и называется, «Увертюра, фантазия Ромео и Джуретта». Мы думаем, что «Увертюра» это музыка, которая звучит перед оперой, но «Увертюра» есть как отдельное произведение, как правило, программное. Вот, в частности, у Чайковского есть такое произведение. Вы помните, я вам говорил по поводу, а, кстати, это было лицо кого в конце? Да, Георгиево, конечно. Ну, знаете, он дирижировал лондонским оркестром. Вот я вам говорил про вот этот зал, где висели портреты вот этих вот. Это что за зал? Нет, это не концертный зал имени Чайковского. Концертный зал имени Чайковского на площади Маяковского находится. Это другой зал. А? Чего большой зал? Да, большой зал консерватории, потому что композиторы русские, они могли даже не быть, портреты которых там, они могли даже не быть профессиональными музыкантами. Вот из них первый Чайковский как раз закончил консерваторию. Вот о Чайковском я вам говорил. Ну, и вы прекрасно понимаете, что на лавочке я сидел рядом с Петром Ильичом. И где это? Да, конечно же, это находится в Клину, там, где его прекрасный, прекрасный находится дом, музей. Я очень люблю математику. Знаете, мой любимый афоризм такой, математика – это музыка разума. Музыка – это математика чувств. Вот как вы думаете, сколько выпускников с лету вот так устно решат вот такую задачу? С лету. Ну, парочка найдется. Так вот, я хочу сказать, что эту задачу вы все видели без исключения. Кто знает, откуда эта задача? Конечно же, это задача вот с этой картины. Картина называется «Устный счет». И происходит действие в начальной школе, в сельской начальной школе. Это, кстати, картина современника Чайковского. И вот этот учитель, который сидит, это реальный человек, это реальный учитель, который реально ушел в сельскую школу и там создавал свою математическую систему преподавания устного счета. и вы видите, как были увлечены дети и как они могли решать какие-то очень и очень сложные задачи. Ну, на самом деле, вот эта восточная фраза, у нее вот такой вот вариант. С точки зрения Востока нужно задавать правильные вопросы. Это такие вопросы, на которые нет ответа. Это такие вопросы, которые задает искусство. Потому что если бы искусство задавало такие вопросы, на которые есть ответ, то оно бы не было бы искусством, оно бы не было нужно. Оно как раз задает те, которыми каждый год, каждое десятилетие, каждое столетие возвращается человек и пытается понять, что такое любовь, что такое мир, что такое ненависть, что такое вражда, как это все существует, как человеку с этим быть, как ему нужно жить в этом мире и как ему нужно поступать. И завершая свой мастер-класс, я хочу пожелать всем учителям, которые меня смотрят и которые смотрят в трансляции, чтобы они почаще задавали именно вопросы, не вопросики, а вопросы, которые немножко более высокого уровня, как говорил педагог Евгений Ильин, что иногда нужно задавать даже те вопросы, на которые сам не знаешь ответа. Это очень страшно, задавать те вопросы, на которые сам не знаешь ответа, и очень трудно придумать такие вопросы, на которые сам не знаешь ответа, но только тогда дети видят, что ты вместе с ними думаешь, ты не просто проверяешь, знают они или не знают, это какой-то примитивный уровень преподавания, а уровень, когда ты с ними мыслишь, когда ты с ними развиваешься. И закончить я хочу песней, которую я сочинил давным-давно, лет 25 назад, на стихи прекрасного российского поэта Бориса Чичибабина. Пока мест есть охота, покуда есть друзья, давайте делать что-то, иначе жить нельзя. Ни смысла и ни лада, и дни, как решеток, но что-то делать надо, хоть неизвестно что. Ведь мир летучий краток, вся жизнь в одной горсти, так надо б наш в порядок хоть душу привести. Давайте делать что-то, и черт нас подери, поставим дон Кихота, уму в поводыри. Никто из нас не рыцарь, не праведник челом, но надо ли мириться с неправдою и злом? Давайте делать то, что Господь в душе велел, Чтоб ей не стало тошно от наших странных дел, Чтоб ей не стало тошно от наших страшных дел. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...